Слив данных Пентагона, между Минобороны РФ и ФСБ возник конфликт, из-за сокрытия потерь. Между Министерством обороны России и Федеральной службой безопасности возник конфликт, из-за сокрытия масштабных потерь оккупационной армии. Об этом сообщает РБК «Украина», со ссылкой на The New York Times. Новая партия слитых документов, на 27 страниц подтверждает, насколько глубоко американские разведывательные службы проникли, почти во все аспекты российского разведывательного аппарата, и структуры военного командования. Глубина внутренней борьбы среди российского правительства, выглядит более широкой и более глубокой, чем считалось ранее. В одном документе представители американской разведки утверждают, что Федеральная служба безопасности РФ обвинила Минобороны, в сокрытии российских потерь в Украине. Это открытие подчеркивает продолжающееся нежелание военных чиновников, передавать плохие новости цепи командования. Запись может основываться на электронных перехватах, собранных американскими спецслужбами. В совокупности эти документы, подчеркивают несколько главных причин того, почему, по мнению многих аналитиков, российский диктатор Владимир Путин, не смог обеспечить военную победу в Украине, после более чем 13 месяцев войны. Среди них в частности внутренняя борьба и обвинения между российскими ведомствами, ответственными за разные аспекты войны, включая ФСБ и Минобороны. Запись о количестве потерь, которая была слита предоставляет мало контекста для того, чтобы делать выводы, но в сообщается, что ФСБ ставит под сомнение подсчет, количество потерь Минобороны РФ, во время обсуждений в российском правительстве. Официальные лица ФСБ, как отмечается в документе, утверждают, что Минобороны не включало в подсчет количество погибших и раненых, среди российской нацгвардии, ЧВК, Вагнера или боевиков, которыми руководит Рамзан Кадыров. По подсчетам ФСБ, фактическое количество раненых и убитых в бою россиян приближалось к 110 тысячам, говорится в документе. При этом не уточняются данные о потерях, которые Минобороны обнародуют в правительстве. Ранее американские чиновники оценивали потери России, примерно в 200 тысяч солдат. Другой слитый документ сообщает, что по состоянию на февраль россияне понесли, от 189 тысяч 500 до 223 тысяч потерь, в том числе до 43 тысяч убитых в боях, по сравнению со 124 тысячами 500 до 131 тысячи потерь украинцев, с до 17 тысяч 500 убитых. Новые документы, также содержат свежие подробности о публичном споре в феврале, в ходе которого Евгений Пригожин, обвинил российских военных в том, что они не предоставляют срочно необходимые боеприпасы для его бойцов. В одном документе значится, что Путин пытался разрешить спор лично, вызвав Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу на встречу, которая предположительно состоялась 22 февраля. Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере, части, частично, публичных обвинений Пригожина и вызванного ими напряжения Шойгу, говорится в документе. Один слайд приводит к выводу, что Россия не смогла помешать массовому поступлению западного оружия и оборудования в Украину с начала войны, и утверждает, что разбитая армия Кремля, не сможет это изменить в ближайшее время. В течение следующих шести месяцев экономические проблемы и ухудшение обычных возможностей России, скорее всего будут и дальше препятствовать ее усилиям, создавая в основном благоприятную среду, для продолжения поставок летальной помощи, говорится в документе. Отметим, что на прошлой неделе, произошла утечка секретных документов Пентагоне, значительная часть которых, касается войны РФ против Украины. Все подробности происшествия можно узнать в материале РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.